всем привет сегодня мы продолжаем проходить квесты культовой игры fallout 2 сегодняшняя локация у нас город убежище так мы видим чарли чарли спит давайте подождем может он проснется так что чтобы друг так поговорить ли с тобой нет давайте давайте попробуем доктора использовать на него этот человек выглядит очень больным вы не понимаете в чем дело так может еще раз да мой навык доктора просто очень маленький так лечебница отлично вы видите оборванного фермера подходим что-то эти раньше тут не видел путник так мы работаем семьей на ферме в пригороде справляемся правда не знаю надолго ли нас хватит без плуга нам нелегко приходится мы с женой из сил выбиваемся так можем ли мы помочь фермеру найти плуг тьфу если вам нечем заплатить я бы я помогать не стану так огромное спасибо незнакомец угаре продается с магазином оружие боеприпасов так где этот гарри так это кассиди так что тут происходит есть у вас выпить так мы наверно просто не туда зашли а если мы зашли не туда то нам надо идти туда куда надо идти так вот магазин оружие топаем потихонечку о здравствуйте чем могу служить вы еще продаете этот плуг так ну да конечно я уступлю его скажем за 800 8 сотен 600 не дружище это будет вам стоить 8 сотен ладно нафиг так давайте попробуем еще раз нет не хочет он за 600 продавать за 800 готово так ну что вроде мы купили плуг пойдемте сдадим квест получим награду оборванные фермеры ты вы нашли плуг для мистера смита и его семьи приобрели 250 очков опыта и и ничего больше не приобрели все это у нас уже было в инвентаре ну ладно 250 очков опыта в принципе тоже приятно плюс это его квеста в том что он повышает карму города убежища по отношению к нам фу да пацан наверно под наркотой давайте походим вообще исследуем пригород города убежища что здесь есть приятненько и такие здания вот что бывает с убежищем у которого есть гэг так закрыто печально так давайте может взломаем ход кей двоечка так не удается вскрыть замок может еще попробуем отлично и опачки чечек гей гегера отлично так может очень много опыта поднять скрывая замки так давайте посмотрим что у нас в столе даже стол за закрыли как так о стимулятор и денежки это я люблю служба приветствий вот ты приходишь путником из пустошей тебя приветствует служба приветствий так деньги мы соберем так я потерял своего друга когда играл в пригороде его зовут мистер никсон ребята я дико извиняюсь но мы профака пили этот квест и этот квест давал нам возможность быстро сделать быстро получить гаечный ключ который нам потом потребуется для другого поиста мой муж джошуа короче сейчас речь идет о другом квесте у данной женщины муж подрался его забрали в основной город убежище так и просят выкуп за мужа муж сейчас находится в центре распределения главный там баркус офицер баркус я даже не могу попасть внутрь города чтобы поговорить с ним не могу убедиться что же джошуа все в порядке такие дела так 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 все еще пытаемся посмотреть что я в этом ящике вдруг положили что-то так чарли имеет вполне здоровый вид да конечно вот что за безобразие непонятно спасти джошуа мужа аманды у нас появился квест остановитесь никто не проходит дальше этой точки без соответствующего разрешения так если хотите попасть город убежища поговорите с уоллесом начальником таможни жесть устроили какую-то утопию с дневным пропуском можно пройти в город если у вас там дела так где я могу найти этого уоллеса остановитесь так ну вы повторяйтесь а вот она таможня вот она вот она помощник уоллеса скиф чужеземец если у вас дела с таможня это таможня как написано на вывеске снаружи если вам ничего не нужно на таможне то что вы тут делаете что я тут делаю я ищу убежище на это внутри а что вам нужно за ворота да ну вы можете зайти к моему боссу уоллесу и попробовать получить разрешение на проход внутрь но это пустая трата времени так если у вас есть наличные расскажу подробностью ага какой-то компроматик намечается так за 200 баксов я могу сделать вас полноправным гражданином вы можете меня сделать за 200 баксов фальшивым полноправным гражданином а что если я скажу кому-нибудь что вы подделываете удостоверение все просто они вам не поверят вы не местный блин ну ладно ну ладненько хорошо количество чужеземцев которые прошли тесты стали гражданинами 0 ваши шансы меньше нуля так грегори проконсул предлагает тест всем чужеземцам которые хотят стать гражданинами тест проверяет уровень уровень интеллекта и восприятия печальненько печальненько просто отмазка чтобы чужеземцы не пролезли в город не подходи туда я могу чем-нибудь вам помочь кто вы уолис начальник таможни города убежище так мне бы хотелось попасть если вы хотите город убежище у вас должно быть серьезная причина только граждане убежище имеют право на проход так все хотят получить аудиенцию первой гражданки несчастье время дорого так что она занимается только делами чрезвычайной важности так мы говорим о том что у нас есть какая-то важная информация и придумываем ее на ходу и у меня есть информация которая может привести к образованию сети и всех существующих убежищ страны вот а сеть убежищ до сеть убежищ видите ли немного об этом знаю так так что ж нам поверили уолис нам поверил так дает нам дневной пропуск и говорит что любой гражданин вправе в любой момент отобрать его у нас и торговаться не будет с нами спасибо кем так ребят есть небольшой инсайд о том чтобы попасть в город убежище необходимо чтобы в инвентаре у вас не было всякой чепухи в виде винта вообще скидываем все и любого алкоголя потому что был дневной пропуск и нас осматривают а мин психа минтан и всякое такое хорошо надо все семь раз поднять так и чё делать теперь мы не успели пройти ребят ворота закрылись фигня какая-то охранник города убежище я человек простой вижу человека смотрю что у него в карманах монетки ну ладно так монетки патрончики все забрали не густо конечно но 30 опыта приятно ребята оказывается можно не выходя с локации все подобрать и продолжить наше шествие по городу убежище вывеска информационного центра так нам сюда наверное не надо центр размещения услуг о какая-то хата мы видим гражданина в ярко-голубом комбинезоне он похож на ваш костюм убежище только на спине нет номера вот слабаки чем дело я отстаю от графика что это за здание центр распределения услуг так мы нашли то здание где мы ищем джошуа и говорим о том что у него опасная болезнь но нам не верят обман не прошел мы пытаемся обмануть его еще раз и нам снова не верят тогда мы говорим слушай у нас есть деньги давай мы сделаем пожертвование так 250 500 750 начнем с самой маленькой суммы так как насчет 250 500 750 не такое большое пожертвование как я бы хотел но с нами соглашаются нам возвращает джошуа так ну в принципе квест мы выполнили получили 500 очков опыта можно вернуться к ним обратно так в чем дело снова отстает от графика читая книжки по тайм-менеджменту друг а мы вернемся сейчас к джошуа с его женой и узнаем как у них дела на самом деле на самом деле они сейчас нам скажут что они очень рады и в скором времени уедут а это их как раз сын и поэтому как бы квест мы пропустили и немножко придется походить потом еще спасибо что выручили меня я очень благодарен примите это в знак признательности немного но спасибо еще раз мы скоро уже так и не понял что они дали они дали нам немного чего-то так в шкафу опять ничего я хотя бы не в пусто шахнул тут не поспоришь так а это как раз кто Эд это тот друг у которого Вик скупил фляги да-да жирный парень верно кожаный жилет лысина помню так знаете я точно не помню у меня их было целая куча по-моему я подобрал их как-то когда перегонял браминах когда осел здесь так когда я был моложе я гонял браминах по большому кругу потом опять сюда когда это занятие стало слишком опасным я осел здесь ага сейчас он все вот эти места мне в пипбое отметит на карте в принципе очень круто напоминаю что условие вот этого диалога должно быть то что фляга одна из фляг которые у Вика должна быть у вас не пропустить этот момент так и мы выяснили происхождение фляги отлично получается здесь убежище номер восемь мы ищем тринадцатое убежище и поняли о том что это не то убежище которое нам нужно так 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 ну что ж пойдемте выполнять следующие квесты так надо разгрузиться потому что всегда выкидывать винты это очень долго и не практично вы обыскали вещи дневной пропуск спасибо так 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 вот кстати здесь живет удачка Вика вот это здание за которым мы сейчас пробегаем так ничего нет вот что за горожане может это временные жители кстати с дневным пропуском так а здесь где-то рядом президент города убежища и глава города убежища о монетки первая леди первая леди так никто не обращает на нас внимание мне не нравится твой вид без глупости а то останешься без пропусков добрый день не знаком я первая гражданка Лене могу я узнать что вас сюда привело смотрите да смотрите нет смотрителя здесь нет уже стоя откуда вы знаете о смотрителях убежища ну говорим правду потомок выходца из убежища что вы имеете в виду первого выходца из убежища что вы говорите о другом убежище даа тут столько этих убежищ вступали в контакт с другим убежищем аэээтепеись понимаю но где доказательства того что ваш предок был родом из убежища опять же условия этого диалога это фляга наличие фляги у вас в инвентаре фляга Это ваш доказательства. Кто знает, где вы украли эти... Ну хорошо, дайте посмотреть. Они... Они же настоящие. Да ладно. Вероятно, вы действительно из другого убежища. Добро пожаловать в наш город. Наверное, вы очень страдали во внешнем мире. Аха, испытания, расскажу вам в другой раз. Ха-ха. Так, если кто не видел храмовоспытания, то в подсказках. Возможно, в наших архивах есть какие-нибудь упоминания о вашем убежище. Мы можем посмотреть в компьютерах убежища. Возможно, там есть информация, которую вы ищете. Но к архивам имеют доступ только... Не дают гражданству. Вы можете поговорить с проконсулом Грегли. Это он проводит экзамены на... Угу. Хорошо. Вы найдете его в конференц-зале. Да, или... Есть и другой... Ничего себе. Вместо сдачи экзамена вы можете доказать свою преданность интересам убежищ более эффективным. Угу. Есть одна проблема. А вам, как чужаку, будет проще разрешить. Конечно. Есть город, если это можно так назвать, на северо-востоке от нас. Угу, и хорошо. Там полно твари, которые загрязняют грунтовые воды. Эти твари запустили полуразрушенную атомную электростанцию. Видите ли, у них иммунитет к радиации. Им наплевать, что они медленно убивают нас. Супер. Нас отправляют в Гекко. Самое интересное, в городе Гекко появляется аналогичный квест. Поэтому, в качестве исключения из правил, выполним его сразу. Пробегаем, пробегаем. Все. И всюду. Так, вот здесь где-то бар. Чуть выше, где нам дадут задание найти бухлишко. 10 банок, 10 бутылок самогона. Или банок. Кстати, почему бы нет. И 10 бутылок пива. Ну, хоть как-то хамень посылает. Так, еще один из квестов будет исследование вокруг Гекко несколько локаций. Поэтому, сразу, немножко забегая наперед, выполним этот квест. Ой. Ого. Банда деревенщиков напала на спамера. Так, я даже не знаю. Они все подсвечиваются красненьким. Можно их всех ушатать. Так, мертвое тело. Мерзкий спамер. Мерзкий спамер. Так, насколько я знаю, здесь единственное, это есть шкафчик. С стимуляторами. Мрачное веселье. Вперед немытый забьем спамера. Вот что случается со спамерами. Скоро почему у него хп. Мы все едем в ад. Аня за рулем. Так. Ребят, вы разбираетесь. Главное, меня не зацепите. Ой. Вот это было опасно. Смерть спамером. Ну, конечно. Пистолеты. Пистолеты. Где мои пистолеты? Избранный присоединяйся к нам. Да, конечно. Нет. 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 А смерть спасает. Меня нельзя убить. Я ведь прикольнее, правда? Ну, и такой себе. Себе будет за ним спамером. Кто тебя сюда впустил? Так, я надеюсь, это не про меня, а про спамера. Не по морде, не по морде. Все. Смерть. Так, так, так. По заслугам. Мертвым оставаться. Жесть. Так. Ну, тут шкафчик, по-моему. Тут есть что-то интересное. Угу. Халявка. Приятненько. И кости. Так. Ну, вроде больше ничего нет. Можно идти. Ага, даже не сохранилась. На карте эта точка. Так. Обходим, обходим, обходим. Потом зайдем снизу. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Все. Финишная прямая. Заходим в ГЕКО. Вы пришли в небольшое поселение ГЕКО. Субъекта с ужасно обожженной кожей. Так, а куда нам надо идти? Реактор. О! Реактор. Реактор номер пять. Сегодня не мой день, кто-то говорит. Так. Ну, уже лучше. Добро пожаловать на атомную электростанцию, предупреждая окладка кожей. Это мы. Если что-то случится, какое-то ЧП, мы тут же поймем, что это твоя работа. Ну, супер. Не волнуйся. Я тут ничего не устрою. Думаю, это справедливо. Ну, да. Так. А куда тебе надо? Да мне... Я не знаю, куда мне надо. Комната управления роботом. Не знаю, зачем тебе туда понадобилось. Чертов робот в барах тут много лет. Но все равно дойти до диспетчерской, пройти дальше, и вот она комната управления. Просто у нас есть несколько вариантов. Проходить квест. Это либо заставить робот-помощника, робота-помощника, завинтить реактор, либо самому сходить в радиационную зону, либо попросить одного из гулей туда зайти. Так. Снова ты заблудился, заблудился. Так, так, так. Могу ли я задать еще вопрос? Мне походу ничего не надо. Карта доступа. Здесь по картам доступа очень легко определиться. Есть бесцветные серые двери. вот мы видим желтую дверь. Для нее требуется желтая карта доступа. И есть еще красная дверь. Туда требуется красная карта доступа. Сами карты находятся у ребяток. Мы их, в принципе, очень легко сейчас украдем. Оп. Все. Мы украли две карты доступа. Это то, что нам надо. Еще забрали стимулятор и патрончики. Так. Повторюсь, серые двери открываются автоматически. Ну, в смысле автоматически, как без замка. Добро пожаловать в диспетчерскую. Угу. А эти двери заперты. Переносим их карты в руку. Используем на двери. И двери открываются. А вон видим наверху красные двери. Прям перед выходом в реактор. Так. Периодически все. Осматриваем все, что можно. Так. Еще один красный пропуск у нас уже есть. Осматриваем вообще все, что можно. На всякий случай. Может быть пригодится. Так. Снова карта. Карту, карту, карту. Используем. Надеюсь, скоро придет еще партия урана из Broken Hills. Хм. Ребята используют уран для поддержания ядерного реактора. И один из квестов. В ГЭКа будет оптимизация шахты. Оптимизация установки. Фестус. Так. Фестус это главный в реакторе. Так. Он расходует слишком много урана. Вот как раз он говорит о том, что реактор не оптимизирован и подтекает. Так. Я заведую атомной станцией. Но на самом деле я тут совсем кручусь один. Не справляется пацаненок. Вот в принципе для прохождения квеста один из вариантов мы можем этого фестуса попросить деталь оставить на вентиль и починить реактор. Я в должности заведующего. Все сам, все сам. Печально. Так. Ты должен быть здорово разбираешься в атомной энергии. Так. Ну, ничего интересного мне не говорит. И достаем красный ключ. Подвиньтесь. Утечка. Какая утечка. Да. Так. Мы заходим в красную зону. Так. Я Хэнк. Я начальник активной зоны реактора. Хотя, что там налаживать. Мне надо зайти в активную зону. Так. И он нам говорит, что нефиг нам туда заходить, потому что там полно радиации. Но гладкокожей оставили робота-ремотника. Вот мы его видим в принципе в экране. Он там вот за окошком болтается. Терминал на западе отсюда. Так. Постоянно перегревается. Ну да, все равно он нам не нужен. Правильно. Им радиация не страшна. Я не знаю, почему он горит на западе, если терминал здесь. Так. 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 Добро пожаловать. Тур. Ид. Станция 13. И что мы будем выбирать? Угу. 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 Так. Ребят. Здесь я немножко неправильно активировал. Активировать надо вот видите там A 15 46. Следующий будет там A, B, C, D, E и так далее. Правильные ответы. Но. Я выбрал неправильный, неверный код доступа системы безопасности. Но мне вроде как бы удалось реанимировать терминал. Возможно за счет удачи и знания техники. Так. Что мы будем еще выбирать? Общая процедура техобслуживания, процедура обслуживания системы, инициализация ремонтных процедур поиска. Необходим гидроэлектрический регулятор магнитосферы. И. У нас ее нет. Но. Наш герой говорит, что по-моему у меня нет нужной детали. Я подтверждаю. У Нарго нет нужной детали. И нам сейчас в принципе надо будет сходить и поискать ее. Сама эта деталь находится в городе убежище. Поэтому нам придется быстренько вернуться обратно. Еще раз о том, что нужна эта деталь, мы узнаем, поговорив с старостой города. Он еще раз скажет о том, что им нужна вот эта вот принатень. И. Что ее собственно можно попросить в городе убежище. Если мы нормальные парни. А если не нормальные, то нельзя попросить. Так. Мы задумались. Можно выходить из станции. Здесь нам пока не надо ничего. Так. Помнить бы где находится староста. Так. 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 Давайте походим по локациям. Постараемся не выполнять здесь никакие квесты. Потому что это будет как раз в следующем видео нашем. посвященное ГЕКО. Так. Угу. Здесь здесь. Ничего. Ничего. Копочки. Разрушенный реактор. Гладкокожий. Так. Очень угрюмный. Угрюмый человек. Не будем с ним пока общаться. Потому что мало ли может нам квесты еще какие-то даст. И сейчас явно не готова ходить квесты. Здесь. А будем проходить их в порядке очереди. Так. Мэр был не в той локации. В этой локации. Только надо вспомнить где он тут есть. Так. Сортир. Пятый реактор. Колодец. Брамина. Огородик. Так. А где же глава поселения? Или шрифт? Или мэр? Как его вызывать? Так. Здесь ничего нет. Выход из ГЕКО. Так. Еще один огород. Здесь нет. Вроде нет. Здесь тоже нет. Так. Ну ты бежишь. Может в туалете. Здесь тоже нет. И это не похож. Благо локация небольшая. Можно побегать по всем домам посмотреть. Здесь тоже никого нет. О. Защита от радиации. Монетки. Факел. Или фонарь. Так. Бегу с карточкой на всякий случай. Вдруг потребуется открыть красную дверь. У меня ключа нет. грм. Застал где-то. Угу. Угу. Ээээ... Так. Эээ... Вот. Хе-хе-хе. Привет, гладкокожий! Я Гаральд. Я Гаральд! Пусть помогаю управлять городом! супер спросите а про гэг есть где вы менять что-нибудь ненужное на что-нибудь нужно я понял гидроэлектрический регулятор магнитосферы вот и сейчас мы как раз спросим где можно достать эту гидромагнита как-то там его фигню наш интеллект не позволяет выговорить это слово ублюдки из города убежища ну я бы тебе тоже не дал так все мы в принципе узнали что нам надо магнита чего-то там при на пень так решить проблему электростанции все еще так мы чуть промотали момент возвращения потому что там было неинтересно пару стычек с этими животными так здесь особенность что первому гражданину линет принципе лучше не говорить о том что мы хотим починить ее а пойдем к кому чувачку и здесь тоже ключевой момент что нам за этот квест надо попросить гражданство то есть мы говорим давай дашь на дашь мы чиним станцию а ты нам даешь гражданство ну и говорим конечно вежливо с этим мужичком так я думаю что есть деталь бла-бла-бла это приемлемое решение вот мы говорим что линет нифига не даст нам гражданство если мы починим эту электростанцию я проверял это действительно так загружаться к сожалению и только при таком сценарии мы получим гражданство самое главное я не понял как получить через линет гражданство потому что если электростанцию взорвать она тоже будет крайне недовольна и тоже скажешь что умный дурачок так сейчас мы идем на склад за деталью вот он находится здесь заходим и говорим здравствуйте что это за место служба обустройства отлично и говорим что маклур послал нас туда за этой и на тень вот пожалуйста один гид мак про часов полюбуюсь на эту штуку ясно спасибо так давайте посмотрим как она выглядит во первых она тяжелая потому что я перегружен вот такая вот при на тень к да почти на 9 килограмм перегружен ничего мы же не торопимся то лишь на три часа прохождение квестов города убежища из которых два с половиной часа мы будем эти перегруженными конечно шутка про два с половиной часа перегруза но таймлайн до ушел почти на три часа ребятушки но зато мы выполнили пик квест который можно было в городе убежищ тун-тун-тун-тун идем не спеша выходим из города так есть конечно маза разгрузится но наверное или сейчас нет все таки давайте разгрузимся до мусора слишком много надо очень на оперативно делать машину и кататься на ней уже это буквально будет следующей серии именно не во второй части города убежища а в серии про мадок где мы закроем висячий квест из дыры так этому оставим ты лишнее не нужно в принципе по-хорошему надо продать печи гиггера но зачем им куда мне виду можно оставить под его время боя кастетами сейчас понятное дело не буду заниматься сапоги но сапоги это святое так оптичка конечно тяжело весит нажать но ладно когда у нас будет силовая броня у нас будет плюс к селе и не так критично будет эта масса и багажник в автомобиле тему если мы сняли перегруз и делаем марафонский забег в гекко прошли глубокой ночью но в принципе не критично когда приходить так и летаем в реактор и двери открыты очень приятно летим на всех парах спасать город убежищем над радиоактивной водички будем работать через терминал потому что через робота помощника манипулятора за это коздают больше опыта так по моему вот ее туда надо положить все мы отдали это магнитов и роботу и теперь будем программировать робот на то чтобы он дошел до вентиля через добавление команд ребят команда добавляем ровно такие же которые добавляя и ровно в том уже в порядке которым я их добавляю в этих программах скрыта карта солнечной системы там немножко неправильном порядке вот в принципе все эти программы можно подобрать либо самому либо на худой конец почитать в интернете этот момент одну либо смотреть наш ролик о том как программировать робота для прохождения этого пусть тема робота запомнил запрограммировали теперь он как дурачок будет идти биться по всевозможные углы вот он шел нормально но нет такой нет я удариться в стену вот а в случае неправильного неправильного программирования он ударяется потом возвращает свое исходное положение вот она нужен вот этот вентиль попробуй до него дошел сейчас собственно это сделать и мы получили четыре половины тысячи очков опыта мы видим огонь ребята ряд мы починили квест по оптимизации будет уже и риф по прохождению века поэтому нас здесь ничего не держит так ничего не держит очень много шкафчиков есть предложение очень быстро пройтись по всем шкафчикам посмотреть что там интересного есть и по карманам гулей посмотреть что там оптики ну в целом как бы интересно ребят перед воровством лучше сохранить потому что мало ли мало ли иногда можно получить по лицу то желтенько это презервативы это какой-то журнал очковать ладно проблем с весом сейчас нет а потом можно будет продать либо выкинем так двух лишка двух лишка пицца в темноте приятнее очистить вообще всех и все что можно так винт монетки пульки тут даже чистить ничего как дробовик патроны в дробовику и халявный опыт нам дают за кражу чем больше зараз мы убрали тем больше опыта нам дают хорошо что у охранников реактора патроны на штурмовую винтовку не будет проблем с патронами кубочки вдруг ты что открыл дверь в реактор наркоман сразу схлопотали лучевую болезнь можно использовать антирадин но я думаю что нам он не поможет ну обалдеть еще лучевая болезнь боль так давайте здесь оставим ключик они нам в принципе уже не пригодятся а вот по тем шкафчиком я бы еще прогулялся очень быстренько оперативненько что-то мне подсказывает что там есть что-то интересное и вот у этих ребят еще посмотрел патрончик на штурмовую винтов монетки ладно ставь себе набух лишь 310 патроны насколько я помню бронебойные обычные патроны де-факто на урон не влияют то есть это пельки на грамота к сожалению здесь один хлам мусор 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 ну отлично так стимулятор и монетки да ладно так что здесь желтый ключ неинтересно опачки и не пропуск ребята кто знает для чего нужен синий пропуск пишите в комментарии тот кто правильно ответит будет отмечен отдельно следующем ролике ну или в следующем в зависимости от того когда вы успеете ответить пол пустой у тебя опачки тоже какая-то штучка непонятная плазменный трансформатор ребята раз плазменный трансформатор тоже напишите в комментариях для чего он нужен ваше предположение ну и также кто первый там или рандомно определим попально ответит для чего это нужна также засветим его в следующем ролике ничего интересного погнали по шкафам пусто мы купили 5 сейфов 4 сейфа и начинаем их скрывать коробку лапши супер открыл инвентарь и не смог посмотреть чтобы там внутри мы купили 4 сейфа и столб сырные орешки ничего и того окупа нет так 12 монеток картишки деньги даже не хочется брать патроны дробовика это все так тухненько тухло 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 о книжечка по моему эта книга увеличивает навык наука ничего их полом бежали теперь бегаем туда-сюда как картишки нам не нужны и столько подавать мясо мясо в рот не клади так еще сейфа как-то по бомжатски все у них одна книжка и все а ну хорошо одна книжка ключ а чип этот мы украли у чувака поэтому как бы не считается вот у меня сейчас пока два предмета которые вызывают вопросы кто и где их использовать так ну что подходим потихонечку к выходу из станции так у тебя что как у тебя монетки неинтересны ты у тебя ничего уже все украли что можно ничего нельзя вот у тебя можно украсть все а ладно пусть остается все ребятки до скорого и даже 40% надо подкачать я повыше так стимулятор монетки это тоже все фигня быстро телепортируемся в город убежище опять же во время возвращения обратно ничего кардинально интересного не произошло и идем к макклюру рассказываем о том какие мы молодцы могу ли задать несколько вопросов так мы рассказываем какие мы молодцы и восхитительно ура теперь мы гражданин мы получили гражданина города убежища ребят за последние два года НКР становится все агрессивнее своих попытков объединиться конфедерацию строить надо ли нам задавать еще вопросы ему блин я думаю еще раз даст гражданство здравствуйте я получил я починил реактор ну вы молодец вы станете гражданином здравствуйте я починил реактор молодец возьми еще опыт так довольно долго он нам рассказывает про гэк так что то перепутали и мы получили другой груз предназначающийся для убежища номер по-моему 13 ребят у нас как раз 13 эмблема 13 города убежища водяные чипы для тех кто играл в про участие пола вот этот понимает о чем речь там как раз одна из задач было получить эти водяные чипы так ну вроде ничего не говорить интересного а он наш клонный советник ну точнее главный советник города убежища так кажется мы повторяемся все дедушка все интересно так проверяем квест все отлично квест сдан дом свиданий так как так что мы теперь будем делать но теперь мы можем на правах гражданина зайти в убежище номер восемь и посмотреть что там есть приветствую гражданину на самом деле есть очень легкий лайфхак как проникнуть сюда будучи не гражданином подходим вплотную к убежищу номер восемь к входу нажимаем бой и на все очки ОД залетаем в локацию привет привет я раньше вас не видела добро пожаловать в город убежище я Филлис а вас как зовут вас не зовут мы сами приходим проходим так миссис сестра Филлис центральный так так на третьем уровне так никто не хочет впускаться в убежище все живут уже на поверхности нет нет никого кроме Мартина ну а Мартин тот еще дурачок так город убежище но собственно говоря мало что можно сказать то есть я всю жизнь гражданка то есть она здесь прям родилась не хочет бросать тень на наше гражданство говорит что здесь скучно какие тут все одинаковые и старые большинство наших семинаров и посультативов ориентированы на генатологические исследования я себя чувствую так словно мне 50 кстати почему здесь и одного возраста она рассказывает о том что есть здесь определенные циклы беременности самый прикольный ответ это внизу потому что в европейской версии фоллаут 2 были вырезаны все дети причем в дыре был голос детей но сами фигурки пропали это было криповатенько выглядело так как это может быть беременит от секса половые сношения разрешены помимо циклов беременности так сейчас она расскажет как происходит беременность у них все ждали мужчины жертвует генетический материал автодоку здесь и компьютер определяет наиболее выигрышные пары а потом соответствующую женщину изменяет автодок и мы хотим сдать наше семя он готов ваше пожертвование впечатляет по моему вы очень талантливы как вы себя чувствуете мне не случалось испытывать такой тоски по примитивному очарованию да ребята это было опустошение просто столько лет копить грустинку в себе так ну мы получили 500 очков опыта считай одной правой или одной левой так доктор трой привет гражданин чем могу служить знаете на самом деле у этого доктора мы могли взять квест но мы тупенькие у нас слишком мало процента навыка доктор поэтому мы пока ничего не будем делать а спустимся на самый третий на самый нижний этаж третий здесь где то есть компьютер где мы можем прочитать информацию по убежищу так вот он бедолага который тут ходит открыто да фиг там понятно не ну ладно компуктеры ваши тут понаставили компуктеров то я так он еще и загибается все в порядке люди редко блин я так не могу ребят только следите за порядком на складе смотрите все двери все двери были заперты это не имеет значения все равно большая часть дверей заклинило печально так а что же там внизу запасные детали припасы и руда так рейдинг ее мало не знаю маккер это очень тревожит это это говорящий компьютер так ну спасибо друг посмотрим что у тебя есть опачки maybe will это там true карманный мусор мы стыдли у чувака мусор из карман камеры снижения работают бла-бла-бла ну-ка давайте-ка посмотрим что там есть внутри мы вошли в центральный компьютер города убежища интерфейс относительно простой похоже что вся информация разбита на несколько архивов так убежище 15 мы уже загрузили ага мы загрузили данные о пятнадцатом убежище в пимбой отлично продолжить поиск гэг мы ищем гэг согласно данным архивов в данном в данный момент на складах гэга нет печально так стандартный набор оборудования каждого убежища то есть каждое убежище получала два гэка но что-то пошло не так предназначена для другого убежища скорее всего она получила второй гэг гэг так как так стулья по отчетам и выходе энергии похоже гордон был прав генератор уже приближается к предельной мощности без нового чего-то там не успел быть а скучить терминал давайте по барыжу не так рядом находится слот совпадающий с размером по размерам с вашим и боу на экране терминал открывается маленькое окошко рядом с которым улыбается пимбой вы видите что пимбой начинает беззвучно посвистывать и притоптывать ужасающий лежащий звук доносится из флота пимбой становится и хмурится у него над головой появляется восклицательный знак и он начинает грозить нам пальцем ребята обновление пришло за 10000 до такой последний техосмотр проводился 50 лет назад почти 50 с половиной лет назад начинается процедура инициализации 1 переформатирование пикбой так так скопирована в пазу данных пикбой географический архив копирование архива брокенхилл скетана вы пермира на бла-бла-бла так так здесь мы уже были здесь мы уже были везде мы были короче еще раз получили информацию о городах которые в принципе мы уже знали так что здесь у нас это только командная как бы туда залезть и покомандовать но нет так квесты квеста надо проходить квесты также журнал города убежища точек так 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 но ничего интересного есть возможно тоже ничего интересного компьютеры одни камеры мониторы мы люди простые из деревни так ну да пойдем на втором этаже посмотрим что есть дверь заперта печальничка надо качать слом дверь заклинила нужен очень сильный человек нам не хватает сил ребят чтобы открытие когда мы придем уже в силовой броня наверное если придем о открыто я человек простой вижу открытую дверь открывая от мусор скидываем монетки симулятор защита от травы классный трансформатор мы видим в инвентаре почитали книжку и на весь вес вернулся мусор оставим здесь команду наука 50 копеечками процент так что здесь о а а помыла руки прикольненько еще раз использовал наверно последнюю в воду меня могут здесь уже ненавидит это как еще один ящик опачки монет самогон в городе убежище есть алкаши так вы даже не знаете было ли это вообще когда-нибудь съедобно ну и ладно так мусор хлам эту пусть остается владельца этого этой комнаты нам это не надо ребята мы можем починить эту штуку тук 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 давайте посмотрим что там вообще вентиляции опа похоже кто-то спрятал это вентиляция нормально ядерный микрореактор любой непонятной ситуации прячь ядерными реактором вентиляции кто-то хотел отравить весь город убежище все убежище еще несколько очков опыта холярных меня перегружен ай-яй-яй-яй-яй дрыщ какой-то эта дверь заклинила нужен очень сильный человек у нас силы не 10 нас и копию силу деревянный проем ребят если вы знаете минимальное количество силы для того чтобы отбереть дверь тоже комментарии посмотрим и потом возможно в одной следующей серии будем открывать коробочки эти прокачиваем силушку оденем силовую броню наденем не оденем день им спутников наденем и да на себя точно и да да здравствует город убежище гражданин так выиск исправительного центра так вот здесь уже как я говорил живет дочка и вика а здесь бар так такие какие квесты следующий будем сдавать то мы хотим сдать привет и добро пожаловать вы сегодня уже слышали снова наркоман как это здесь нас интересует слово нам говорят о возможности отнести юра на моданчик так 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 если все будет хорошо то у нас возьмут на подработку одна из семей юра я томас мур слово так аминь брат зачем здесь живете если так ненавидите этот город но я вижу силу я вижу веру так 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 насколько я готов далеко пойти ребят нет больших расстояний меня за 15 секунд томас мур завербовал свои адепты у вас есть дружки в нью-рэн да это вам только обойдется друг бишоп 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 конечно же бишоп так главное мы не смотрим на чемоданчик потому что если мы попытаемся его открыть мистер бишоп 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 кстати о том как правиле тоже можно в комментарии написать он оторвет на наряжке и скажет что нет нам вращения сейчас мы наверно пойдем до нюрана с перегрузом будем смотреть в направлении нюрана почему будем потому что можем время идет и мы идем из-за того что мы уже гражданину нас уже не будут досматривать здесь можно спокойно возить бухлишко не выгружая ничего перед воротами так заходим в нашу и жену где заначка до дверь чтобы быстрее было в следующий раз заходить не скидываем все лишнее на гонщик нам очень пригодится потом пуляйте пусть ну да ладно пусть ножик еда 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 это фигня доктор эндрю это за место вылатаем все что нужно есть автодок кабинете но он сломан давайте посмотрим что там можно сделать я правда не уверен что нам хватит мастерства знаний но да мы не можем понять чем проблема 37 процентов так то будем еще пробовать или нет я даже не могу понять да маловато маловато навыков надо качать уровень я раз я раз то действительно не хочет нет эх баржи не хочет золотать не может ну ладно у противник отвали гражданин в пригороде всякие личности низкого сорта нас теперь не очень любит пиво по двадцать долларов так-так-так пойла а так сейчас нам расскажет про налет который был у нашего путник в будущем в баре увлекательное было зрелище патруль сорвался в поисках запретного пола настоящее виски так еще и цветочки теперь он еще должен заплатить штраф и купить новый запас алкоголя вот такие вот беседы по душам приводит к тому что люди соглашаются идти в мою команду и и уходят всех мест где сидели вот ребят первая часть видео подходит к концу а совсем немножко если вы досмотрели до этого момента пожалуйста подпишитесь поставьте палец вверх и какой-нибудь комментарий понравилось вам не понравилось если не понравилось желательно сказать что не понравилось я учту этот момент при подготовке следующих видео и будем делать здоровский контент я все еще вижу пойло между тем кассиди присоединился к нашей группе мы сказали что мы готовы взять его с собой но мы наверное обманули его и сейчас в лучшем случае просто ограбили и говорим ему жди здесь де-факто человек даже не странулся ни на миллиметр с нами он наш и не наш одновременно так семейка уже уехал я уже говорил что здесь была семья на улице был ребенок и мы профокапили один из квестов который был связан с ребенком поэтому наверху есть груда камней и мы там не найдем гаечный ключ но это не критично гаечный ключ можно найти например на втором этаже убежище номер восемь либо в подвале в Нью-Рен мы как раз вот сейчас в Нью-Рена пойдем и там в подвале все это найдем что нам нужно так идем пока отлично опа человек охраняющий мост не хотим рано почему-то до сих пор отображается неизвестным еще какая-то неизвестная локация он там сбоку но все это будет потом сейчас наша задача дать им Нью-Рена Нью-Рена о скорее Нью-Рена и отдать самоданчик не бишь ох и запасы истощаются возвращайся к нам ну дедусь я стараюсь честно как гангстера воюющие с несколькими якудзо так если мне не не изменяет память то гангстера это вроде как бы защитники Нью-Рена учитывая что мы с Нью-Рена не воюем нам по лицу они бить не будут а якудзо это типа разбойников так питательный нож давайте в сторону отойдем потому что я не уверен мало ли ух ты ж так это что у нас трое против одного блин я тоже себе хочу такой костюм и так давайте попробуем под или бой так главное чтоб на меня сейчас не согрелись потому что это будет сейчас опачки пакетстаси 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 наедаемся я вот прям представляю стоим перед гангстерами и едим яблоко уху смотрим ему в глаза и едим яблочко и 13 все ребят спасибо мы побежали дальше нам квесты сдавать почти побежали добежали ищешь что-то друг позволь пулио помочь тебе пулио не надо мне помогать семья бишоп находится в баре акула или в казино акула я не уверен что это здесь от слова совсем иисусик иисусик маргина так так какие у вас есть колеса иисуса это сынок большого иисуса иисусик ну такой семья так нет давайте пойдем в правильном направлении так где этот из моего акула нет 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 наверное не в этой локации топаем дальше то то время не бывал любви не видал житься любви блин женщина с низкой социальной ответственности вывеска порностудия райские сфера бар сальватора так вот казино шарк отлично да это то что нам надо блин я хочу себе такой пиджачок синий и шапочку стиле аля 80 или 60 дзинь дзинь тянь тянь так нам по лесенке вверх и кажется вот сюда а если вы проходите со спутниками хвоста и переспите с женой мистера бишопа или бишопа будьте аккуратны бывает баг когда они пропадают путники поэтому оставляйте их где-нибудь далеко и надолго мистер бишоп изучает нас даже в этом наряде все равно дикарь и есть дикарь сверкают смотрите успешное прохождение этого квеста зависит от следующих моментов в городе убежище мы не просили за квест бабки второй момент мы не пытались скрыть команданчик третий момент у мистера бишопа мы не просим бабки и не хамим то есть проходим ровно так как я прохожу иначе нас нашпигуют свинцом придержи лошадей дикарь есть к тебе несколько вопросов ну и будем говорить ему правду о чем вообще мы договорились как мы познакомились мужичком который дал нам чемоданчик парни из нкр а кто бы ему ответил океаратом да нет будем говорить правду небольшой кусочек гордо убежища сливаются технологии господа сливаются через юрена скорее всего в нкр и грязные политические игры проблемы на юге нкр у одного парня по имени вестин слишком длинный язык я понял нам надо убить вестина при этом так чтобы я думаю что он сам видел коня так интересно если закинуть у него динамит все подумают что он взорвался такой он взорвал вот угрожать не надо видите как подцепил на крючок это моя проблема он мне говорит они его мир должна убить естественно но это будет пища для размышления когда мы дойдем до выполнения квестов нкр это будет через 1 2 3 4 четвертым городом после прохождения квестов юра поэтому как бы относительно нескоро мы посмотрим прохождение этого квеста хотя это квест не урена и это будет 1 2 3 этим городом по прохождению видео получается достаточно длинными их достаточно тяжело снимать а потом монтировать это все отражается на частоте появления видосик а если вам не очень нравится формат такого видео может комментарии оставить информацию о том как такого хронометража видео вам больше всего будет подходить например это может быть видео отдельного конкретного квеста а не такой вам грит который у нас имеется сейчас так о чем это я мистером бешопом у нас или бешопом у нас все пока что надо подумать что делать дальше и как дальше жить так наверное можно возвращаться обратно потому что так так давайте проверим задач да здесь задача доставки мы выполнили у гека одни квеста уже выполнили так для нюрена убить в нкр человечка мы выполним чуть позже так здесь с тобой тоже мы не будем говорить мужичок и просто уходим город достаточно большой хорошо что мы не заехали на машине а то бы у нас было и снова тузлики сайте так что у нас есть чемпион 875 карма ребята ферма ужасов умнодушно они должны боготворить меня за то что я им помог о том как помог можно посмотреть в одном из предыдущих видео так по пути ребят в город убежище мы напали на банду и здесь у снайперская винтовку здесь мы нашли тебе снайперскую винтовку ребят это будет наверное мое основное оружие используют патроны 0 223 который также использует базар и тому подобное копачки почему-то мне кажется что стоит сохранить игру в новой ячейке хранитель моста смерти хранитель моста смерти хранитель моста смерти вы вы знаете она лучше чем я красивый броня то выходит лучше чем у меня была буду бегать в ней мне прям нравится ну и визуальчик такой креативненький приятно видеть вас гражданин конечно в шелковом халатике так давайте дадим пушку и настроим поведение нашего спутника но опять же это ничего не значит мы сейчас ему дадим пушку броник и опять же оставим здесь отдыхать у нас тут он говорит и в поведении настраиваем боевая нет по бабу бы использует и и здесь зависимость от того что мы выбираем npc пытается соответствовать нашим запросам например когда использовать очередь всегда он не умеет использовать очередь так бегство ну дистанцию пациента определяют кого хочешь самого слова правильно того кто атакует меня при легких ранений позволяет нам сохранить его в случае попадания по нему так так кожаная броня это на нем была мы поменяли ее на улучшенную кожаную броньку так патроны и броня и пушка так так оставили человечка здесь так сгружаемся наш полюбившийся сфрон так то что у нас здесь есть гамма глоток опять же мы уже гражданин поэтому нам не нужен дневной пропуск и нас могут пропускать в любое время суток а где приветствую гражданин добрый день гражданин добрый день охранник так пока выполнены секвесты и мы продолжаем брать задачи так выпить ничего нет я вам предлагаю выпить 150 монет ты делай W2 нам жалуются о том что все напитки у них синтетические и это все фигня я знала от того торговца которого была бутылка бешеного пса они нашли это торговец которого мы взяли себе команду так и нам говорят что нужен пивасик и и что еще нужно 10 бутылок крепкого крепкого в смысле самогона ребят и 10 бутылок пивасика хорошо квест мы взяли первых давайте возьмем сразу несколько квестов или не возьмем приветствующий раз или грим вы достали информацию так мы напрямую спрашиваем дружище нет работаешь ли ты с НКР так лжи у всех людей есть право использовать плодами старого мира мне нужно подумать я сдам с потрохами либо нужно подумать мы подумаем и сдадим тебя с потрохами первой гражданке ибо нефиг тут муту навалить мутьян вот прямо сейчас придем и пожалуемся вот идем вот уже идем жаловаться о том какая я и не хорошо себя вести так в городе есть один необычный гражданин мутьян гаденыш у него не наши интересы что вы имеете в виду ммм шпион из НКР это много да конечно чем могу помочь гражданин ничем вы не можете помочь видите мура обличили мура как шпиона НКР и получили 5 х опыта на халяву так посмотрим что в ящиках ничего как говорил я человек простой вижу ящик открываю так что же здесь и здесь ничего бомжи какие-то живут и тоже ничего 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 мы видим мужчину с узким лицом и густыми бровями не подходи туда да кто ты такой добрый день граждане непонятно так последний ящик как то не густо ребяташки вообще не густо в туалет передать пиво и самогон добрый день граждане так не хотят со мной обмениваться минеральная вода дистиллированная так 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 производные аж и и алкоголь z ужас это химию пьют ребята и не понимает делают шкафчики шкафчики это я люблю патрончики мусор набрать ох столик еще медкнижка приятно папочки эмулятор деньги шкафчики патроны доктор 67 процентов и сейчас мы смотрим сколько 67 процентов было бы у меня меньше процентов доктора мне бы дали доп очки я тут пытаюсь сосредоточиться ясно хотелось бы чтобы тут были кабинки не может он работать без кабинок так посмотрим что в другом туалете ой это не туалет это какая-то ожидательная комната одни стулья здесь тоже самое пойдемте посмотрим что в других зданиях есть конечно для поселения которых есть как-то все очень комитивно одноэтажные здания еле-еле так 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 хм не подходи туда как нам удалось выжить среди этих грязных чужаков ну надо самому стать грязным чужаком твой среди своих каждая семья получает комнату в коммунальном доме а это коммуналка и здесь две кровати а вот тот мужик на кухне это походу слуга потому что он без комбинезона ну да и того две тетки один мужик и две кровати так каждая семья получает коммуналку вы останетесь на ужин но если ужином буду не я то конечно же я останусь на ужин столик зайдем на кухню что-то нужно сделать гражданин да нет мы у вас на коробках в коробках пошаримся и все так и здесь туалет правильно хочешь хочешь попасть в туалет надо пройти через кухню так вроде ничего особенного здесь нет зато травка зеленая приятненько приятно видеть вас гражданин не подходи туда да здравствует город убежище гражданин не подходи туда не подходи туда не подходи сюда не подходи туда не смотреть сюда не трогай то не трогай все так монетки ножик и монетки ножек ничего особенного нет посмотрим что у нас здесь и могу помочь гражданин кто вы сержант старк тони старк я могу вам помочь он руководит исправительным центром так для защиты города убежище людей не хватает что уж там говорить о что-то там чего-то что ты имеешь ввиду так тебе понадобится питбой и не могу дать ни одного мы говорим о том что у нас уже есть питбой который мы недавно обновили который не обновлялся 50 лет так тогда у меня для тебя работа мне нужно чтобы кто-нибудь обследовал территорию вокруг гека так не говорим старку о том что мы уже это сделали немножко рядом немножко раньше отлично перекачай информацию пейбой 350 очков опыта ребят изи изи мани так теперь он говорит чтобы мы съездили в нкр говорят то республика быкует так маршрут чем сама республика меня больше интересует маршрут чем сама республика то есть квест достаточно простой доходим до нкр заходим на локацию выходим с локации и и возвращаемся обратно нет 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 не подходи туда да что же вы все такие однотипные как будто кивас какой-то один человек программировал никакой вариативности тоже мне игра 97 года о симулятор спасибо от передать пиво в актив нкр давайте тут еще походим немножко посмотрим что тут есть да здравствует город убежище гражданин после вас гражданин то после нас так стимулятор спасибо от души так на что можно сразу взять еще один квест у дочки вика да вам что-нибудь нужно или вы собираетесь торчать тут и тупо пялиться на меня ну конечно собираемся торчать и пялиться на тебя вы случайно не смотрели вывеску конечно нет автомата с синтетическим алкоголем рации огнецельное оружие лазерные турели и тому подобное она может чинить оружие надо для начала стать ей квеста потом посмотрим что она вообще может уметь что она может уметь делать что ей для этого надо и подойдет ли ее работа вообще нам может она такая и не нужная нам так не будет ли она ругаться не будет ли она говорить уходи тебе здесь не рады нет нет но мне кажется не хватает навыков взлома так а этот шкафчик вообще забагованный я не могу его взять печальчика служба об устройство служба об устройство служба об устройство а служба об устройство б и могу служить гражданин вспомогательная служба об устройство торгаш инструменты как раз то что нам может подойти осталось взять гаечный ключ опять же если бы мы помогли мальчанке его квестом который был в пригороде мы бы этот гаечный ключ нашли в камнях но мы не сделали это и поэтому нам придется сходить в город в Нью-Рена так посмотрим что в службе об устройство б продается но сначала неправильно лежит и могу помочь гражданин так 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 а здесь по химии короче ребята по тяжелой химии так антир-1 стимуляторы так давайте посмотрим вообще что можно у него не купить а украсть зачем покупать то что можно украсть ну не густо так деньги вообще наверное нет смысла красть антир-1 стимуляторы это все потом можно будет купить у него пока нам нет в этом прямой необходимости пойдем выполнять квест сейчас будем топать в НКР наша любимая заначка бухлишко оружие всякое непонятное мы не будем из такого стрелять уделенное место аптечку да вот этих патронов вообще слишком много и этих так остальное пока вроде все это надо нам инструмент так ну все минимальный набор бойца пустоши есть здравствуйте что у вас тут есть так патрончики гранатки вот нам нужен самогон и пиво и таких 10 штук в принципе можно ходить выходить из города убежища и выходить выходить вокруг города убежища вернуться и у него здесь появится буховишко и так насобирать его на самый простой способ это будет сделать в Нью-Рена у барменов достаточно просто все купить главное не ошибиться и ну не купить меньше потому что придется достаточно долго ходить туда-сюда ну барамины так один пивасик и сколько-то и два самогона уже верной дорогой идем товарищи так украсть ну пока нет ничего такого что бы мы хотели украсть у тебя так 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 у нас сейчас медицина вроде побольше прокачана уже можно попытаться как доктор один два три четыре пять шесть работой ребят мы поняли в чем проблема отравлен радиацией и получаем сто опыта у нас как раз есть антирадин только он где-то не здесь это как раз крыт крытый квест в списке квестов он не отражен как на при раздаче биоматериал или починка вентиляции убежище 8 в этом баре мне вообще по моему ни разу вы загулять гражданин конечно так еще один самогон патроны приятненько и вот а вот как раз ко мне где при определенных условиях можно было найти для очки ключ я в очередной раз говорю это и но мы здесь видим ничего да просто просто кучка камней кучка выглядит так слона и и сложили специально конечно и сложили специально но мы не додумались сдать этот квест ну и поэтому придется нам немножко побегать винтовочек это приятно это очень приятно так нкр находится на юге как мы сначала зайдем на базу ребятам вы подошли ко входу в пещеру посмотрим что здесь есть это пещера налетчиков ребят который терроризирует город убежище плиты вспоминаем из храма испытаний это ловушки если есть желание можно каждую попытаться обезвредить иногда это будет даже получаться но пока у нас это не выходит он 25 опыта серьезно так еще 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 отлично можно конечно не париться и попытаться пролететь это все то есть чтобы ай ой 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 ну я своего рода сапер телесный сапер такой так мы попали в яму ребят блин отравление еще получил глазики и вообще хоть бы что насколько трупов тут лежит он сверху копьё вижу нож валяется так но не прицельно как-то не очень работает ой больно не порви мне халат так 37 хп здесь еще что-то лежит фонарик нож лежит вон трупы 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 ножик кости ну нормально тут по количеству костей которые лежат в пещере можно сказать что сюда много кто свалился и кости каких-то собак и животных видно давайте отсюда убегать вы мне не нравитесь вы такие быстрые скорпиончики у меня 37 хп я надеюсь я успею убежать супер так интересно работает здесь или нет ага вот переход следующую локацию так мы нашли логово налетчиков там дышит мне в затылок только потому что я чуть не упустил на waterbox какая-то странная банда так мы пока с вами не будем воевать ребят как между делом зайдем ой 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 как 24 хп это уже бежать или не бежать вопрос а если меня разорвет давайте попробуем можно можно отлично это было бы обидно взорваться здесь на обратно мы еще получали урон от яда и все и здорово супер теперь можно бежать 19 хп не страшно 43 хп и снова яму а вот тут обидно покажи тут этих ловушек супер-супер критическое на 60 хп вот всегда бы так стрелять было бы вообще отлично я напоминаю что у нас билд снайпера вообще изначально надо еще единственный перк на дальность стрельбы прокачать я не помню прокачивание или нет супер ножом приятненько так тоже нож стреляет так надо сдали расстреливать всех 24 хп вверх у нас вроде не видят пока что низу тоже не особо хотят нами заниматься так печальчиком я старался терпенчики терпенчики не от жизни хорошего сюда посадили получаем глаза можно конечно по ногам стрелять по крышням ну ладно или в хвост вот я кстати не знаю у скорпиона какое самое чувствительное место если вы знаете куда отстрелять скорпиона чтобы быстрее всего он откинул копыта свои то пишите в комментариях 720 очков опыта приятненько ухты ухты а это наверно тот скорпион которого мы уже подбили немного ранее добили его давайте полностью зачистим потому что у меня есть ощущение что здесь много будет ловушек и мы сюда еще не раз попадем так как так так бах вот по голове ну плюс-минус одинаково что в голову что в глаза у тебя глаз так-то по больнее будет три больших скорпиона как минимум один маленький а три маленьких и больших то что не умираешь где мои криты где мои криты бегут догоняют меня врешь не уйдешь на ну мы будем по проверенной схеме отстреливать зрачки до печально печальненько печальненько да кому вдруг на тебя столько патронов пустил не прицелившись отлично да живчик однако лайки лайки поинты я надеюсь ты не успеешь до меня дать да камон уходи 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 то ты издеваешься торметь папа уже снялся моему хоть бы хна были стреляем по глазам они оба куда да чувствую сейчас у меня немножко зацепь ай ну супер и тебе тоже по глазам я не перезарядился ребят так хотелось чтобы он умер но он не умер ай не убивай меня давайте посмотрим что у нас есть по вилке а стимулятор я думаю вытащили так у нас есть противоядие поэтому мы и его заюзали еще одно осталось на всякий случай лишним не будет здесь не малька осталось и наверху чуть-чуть ну как вы видите убивать точно просто не 4 малька ты то откуда взялся а ай-яй-яй-яй больно ну где-то 52 хп у них 10 опыта ну нормально так можно уровень даже взять ничего убил убил критическое вот были бы криты почаще фонарик они одно чтобы вообще не нужен не надо все выкидываем посмотрим что или тебя и ну кстати кстати от раньше это олкуп нет здесь ничего интересного нет нормальненько то он 28 хп и умирает не убежишь от меня мы тебя догоним ну я старался ты еще старался ну ты будешь хоть а он у меня кто-то бьет надо пойти ответку дать жалом по лицу ну как-то вот такие промахи прям вообще обидно промах промах вы промах товарищ опачки опачки так что тут есть вообще больше критических ну блин хочется все и сразу быстрый доступ например тоже полезно штука быстрое восстановление тоже полезно быстрая реакция тоже полезно бонус урона на расстояние тоже полезно для снайперов все нужно просто все просто все видите видите все статы можно плюсануть живчик загадочные незнакомец неинтересно и рекомендация так 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 я даже не знаю что сделать да взяли живчик доп. очко действия которое мы можем потратить не только на перемещение но и на стройбу и давайте прокачаем доктор чтобы закрыть один из квестов в городе убежище с доктором как у нас перегруз это уже плохо точнее не перегруз но тык притык и мы уже фактически ничего нового не можем с собой взять так ну что здесь один большой остался и два малька только не по лицу ребят только не по лицу хорош минус 1 еще и еще минус 1 сам напал я тебя не трогал я тебе может даже оставил но хотя того и обманывали не оставил бы я тебя супер просто супер кости кости так ничего ну ладно нет 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 не особо то и хотелось так тут мы были тут мы были отбегаем ямки так здесь мы тоже вроде бы были камушки стены стены так здесь мы не были но ладно то что мы хотели мы уже узнали базу налетчиков мы уже определили так у нас плоскогубцы войти в НКР передать плоскогубцы инструменты и гаечный ключ и 10 бутылок пиласика и самогона 3 активных квеста мы вышли из пещерки если кстати прокачивать навык следопыт у нас будет возможность зайти не через пещеру а через соседний вход и ой 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 кафе разбитых надежд ребят это что-то случайная локации генерируемая локация модель белого героя прикольно они ссылаются на первый флаут вот есть здесь вообще что-нибудь интересное это модельки из первого фоллаута что ли ничего можно наверное спокойно уходить из этой локации мы почти зашли в НКР заходим и уходим обратно пойдем через Ньюрана вон можно было видеть убежище 15 с востока от НКР здесь нас глобально интересуют только бармены закупаем у них самогончик пиласик обыкновенный 10 бутылочек и возвращаемся в город убежище сдавать все квесты главное ненароком не взять здесь сейчас какие-то квесты потому что мы потом можем забыть только выбрали так вот видите перепелась к 3 самогончика но как-то не равноценно ну тоже как-то нет печально мне патроны по-моему где-то были так ну можно расплатиться ими ладно сдачу оставь себе наркоманы поменяться и так проходим по всем торгашам можно взять чуть больше если хотите потом в дороге где-то выпить пустоши пиласик аптека да здесь кроме пиласика нам надо еще как раз гаечный ключ взять как я говорил а гаечный ключ вот у нас дом ниже находится и там есть подвал вот в этом доме там есть еще мужичок который модифицирует оружие в принципе как бы по-моему заходим на халяву модифицирует единственное вот мы можем видеть там собачьи чтобы собаки не вышли в режим атаки надо взаимодействовать с каждой погладить собачку чтобы было вот когда собаки ну не будут на нас агриться так давайте еще раз ага да 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 попытаемся зайти через заднюю дверь потому что ну непонятно как владелец магазина отреагирует на то что мы зашли и открыли его решетку но которая за ним а так а так через боковую дверь у нас появились отмычки отмычки увеличивают процент взлома супер вот видите взаимодействуем хороший песик и все хороший песик вот один начинает гавкать три собаки все хороший песик выходя также надо провзаимодействовать со всеми так и вот это здесь есть плоскогубцы ой ну конечно не плоскогубцы а гаечный ключ так здесь есть еще пушки винтовка линейная как у Вика так фонарик давайте ставим то что я тут еще оставить так парень с внешностью дебилы смотрят на вас улыбаясь беззубым ртом ага он увидел наше оружие показывает на него и говорит типа бум бум дай я тебе его сейчас модифицирую например ВК-112 бум эл прикольно так на халявку можно все модифицировать а модифицированное оружие будет немножко дороже стоить чем обычно но надо единственное понимать что попочки дезерт прибил с увеличенным магазином и с увеличенным магазином больше патронов то модифицированное оружие я говорю мысль оно весит немножко тяжелее чем обычное поэтому сейчас у нас будет перегрузик да ну зато штурмовая винтовка три улучшенных штурмовых винтовки тоже промахаю так снайперскую винтовку он не хочет улучшать так посмотрим что здесь еще есть польза шли уже динамит веревка ну все это пока мне не нужно наверное мусор все это фигня пока рация счетчик гейгера ну инструменты то есть фактически мы могли сюда зайти и не покупать его плоскогубцы в городе убежище а зайти сюда взять и то и другое сразу главное это гаечный ключ который мы нашли так здесь уже ночь гав гав и снова взаимодействуем со всеми пёселями да 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 гав 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 хороший пёсик так непонятно как как вас закрыть но ладно перевес перевес так есть аптекарь вот кажется здесь есть предложение продать ему что-то тяжелое и забрать напряжь стимулятора дашь на дашь так идем идем потихонечку не спеша медленно но верно так открыли дверку ну кажется здесь еще одна дверь ага ну вот наш торгаш самое главное чтобы он не выгнал нас потому что ночь я не уверен что он ночью работает но городился он прилично колючей проволочкой ну чего надо так самое главное не нарваться на какой-нибудь квест потому что будет обидно стартануть его чуть раньше чем хотелось бы да разве ты друг что у тебя есть на продажу монетки стимуляторы это супер стим антир один так рад икс ну шестнадцать тысяч ничего себе ну нормально так а чего а чего нет так надо подумать что мне сейчас сильно не надо ну 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 потом она сдачу пусть оставит себя так заметки путешественника натуралист 50 пациентов приятненько спрос растет ах ты наркалыга ладно пока заберем только стимулятор куда нам теперь пойти куда нам теперь пойти что нам теперь делать выходим из нейрона и двигаем налетчиком так ну что мы готовы надрать им задницу или нет я морально готов наверное даже возьмем снайперскую винтовочку и будем расстреливать их издалека патрончики патрончики 300 потом 380 принципе должно хватить так я предлагаю разминировать вообще абсолютно все что можно бадабум смертник принимая весь урон на себя что здесь такое ничего хорошего стена пещеры ребят водобад даже падает падает водопад а может это какие-то сопли надо подлечиться потому что там могут быть еще мины двойное поднятие по лестнице сначала чисто звук потом звук с действием так раз два два охранника на входе пятьдесят два процента ой первый пошел сокрушительный удар в висок так а мы в глаз нет мы в голову стреляли я уже четко отлепся так 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 эти гаврики даже не подсвечиваются вы видите мускулистого дикаря с черными татуировками лица он молча смотрит на вас причем он речь даже не про персонажа в игре а про нас так 90 опыта за одного гаврика печальничка а будем обезвреживать не удалось не удалось не удалось все еще не удалось опять не удалось 500 тысяч миллионов попыток не удалось опять ну тупенький я не умею я а а нет не тупеньких а не все потеряно попытка номер два слушай ну ты же только что обезвредил точно такую же ловушку ты должен знать хорош мотивационные такие сообщения ребят если вам нравится видос подписывайтесь на канал сделайте из красной кнопки серо чтобы не пропустить видос жмите колокольчик я стараюсь делать контент честно это немножко тяжело но с вашими лайками и комментариями будет намного веселее и легче а потом она говорит мол это у меня пупок говнюк она говорит это у меня пупок говнюк блин промазал так интересно много о гаврики уже слетаются что ты хочешь корявая ты лысина получай вы видели обалдеть он был настолько корявый что попал по-своему так я тут чуть-чуть перемотал абсолютно не интересно мы также продолжаем расстреливать ребят через забор мне попался игрок с нездоровый срасю к яйцам ну ничего личного друг обед прибыл ну да не обед а омлет еще спустя некоторое время мы добили их всех это было скажем так немножко долго и немножко скучно ничего особенного со снайперской винтовкой но не все согрелись кстати там внизу еще пару людей осталось вот сейчас мы постараемся выкурить и их не нужно срочно качать навык взлом и вора ну вора наверно не обязательно вот взлома надо качать монетки фэн фау винтовка кстати очень корявая винтовка по ощущениям вот по мне стреляли даже практически не попадали ни разу есть только на продажу так ножик монетки монетки кастет ну вот ребяточки внизу тут еще получай у тебя песок в часах кончается мне угрожают так как минус интересно можно винтовку как-то модернизировать там обойму увеличить или скорострельность чтобы очков действия не так много тратить хорош есть пробитие как этих я уже смотрел монетки штурмовая винтовочка вот штурмовые винтовки это хорошо и магнум это хорошо магнум это иногда даже больно бывает так нет 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 возможно разные патроны были я бы что я сейчас все не унесу и мне придется сюда еще несколько раз приходить или приезжать на тачке кстати в скорых видео мы как раз рассмотрим квест как починить автомобиль и кататься по пустоши на нем это будет веселом вот я смотрю трупы всю и как даже меньше не так как патрон нам уже не нужно монетки 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 приятненько так еще один гаврик получается ребята соляного разнес пещеру наемников этих конечно может немножко не честно с другой стороны но почему не честно кто вот и мешал вооружиться снайперскими винтовками правая рука сейчас попробуем отбить мужичку ручку правую правая да вы как раз могли видеть как она отбилась вместе с куском грудины ну то есть теории если у него винтовка я ему отбил руку то он не может держать винтовку в руках и будет в рукопашную биться если конечно пистолета нет у него патрончики патрончики приятно приятно спасибо где-то где-то а это там патрончики хорошо надо исследовать ящики посмотреть что у них там лежит может быть что нибудь полезное а отмычки в руках увеличивают вероятность взлома приятненько вообще приятненько самогончик нам по квесту как раз монетки патрончики брать не будем нас они уже не актуальна откройся зип-зип откройся зигзаг откройся мудак откройся о он динамит тяжело но давайте так а вот этот ящик я не не сумел сломать ребят у меня очень мало было взлома потратил немало времени в попытках тщетных закрыта что блин я снял замок и заперло и опять не могу снять замок ну что за жесть запираете снимай опять это рофл такой так теперь не надо торопиться сейчас не хватает чтобы замок заклинил и все и загружай игру не серьезно команда 17 монеток и 20 патрон когда ты два раза отпираешь шкафчик но потом зовут запираешь его сразу так могут вообще ничь давайте подойдем он молча смотрит на вас вообще мы ничего не интересно и не говорит с нами страшно страшно интересно что что тут делаешь может убывать какой-то банды давайте посмотрим книжные полочки что у нас там кости нет нет я наверное не игрок карты кости мясо так этот сундук и скорее всего тоже не осилил да я его не осилил поэтому мы побежали дальше и аналогично на этот сундук сейф я тоже не осилил ребят сейф заминирован но я пока не вижу взрывчатки отлично я приобрел 10 очков опыта и теперь мы пытаемся взломать подобрать пород к сейфу дело гиблое покрутить колесико покрутить колесико не получается надо будет сюда вернуться чуть позже когда у нас будет достаточно прокачан навык взлом или электронная отмычка будет кстати после того как мы обезвредили этот сейф к нам в инвентарь упал еще один динамит и мы поэтому перегружены сейчас так 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 давайте потихонечку стартанем на выход потихоньку не спеша интересно есть мины еще на обратке о глядь сейчас бы был прикол если бы у меня слетела полностью хп и меня это уже не смешно я все еще вижу вижу всякие плиты это вообще не смешно как этот выход зигзагами такими ходить приходится это то еще одна плита да хорош такое ощущение что пока я там отстреливал ребят какой-то гаврик вы выбежал сюда и надел еще кучу ловушек чтобы я не ушел из этой локации да с перегрузом мы идем очень медленно блин гаечный глюч в руках смотрится как палка какая-то выходим с локации здесь там пока ловить нечего надо будет пару уровней покачать взлом приятно видеть вас гражданин ну супер заходим к нам пытаемся дойти заходим ползем смотрим в направлении нашей нычки чтобы оставить все лишнее ненужное и избавиться от перегруза потому что мне очень это круто топ 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 я хотя бы не в пустошах ну твоя правда дед там сейчас жаркое лето так синий презерватив два динамита патроны всякая шняга пивасик ага 8 пивасика о чем я говорил что у этого торговца периодически будет пивасик и самогончик если вам не хватило для квеста 10 бутылок самогона и пива можно выйти из города убежище покрутиться вокруг и копочки и вернуться обратно у него сразу появится так давайте берем патрончики 3000 натуральный обмен как деньги у тебя есть или нет да и денежкой добиваем так считаем быстро неправильно но нет все правильно конечно хорошая сделка то есть у нас по факту сейчас оружие больше чем оружие весит не весит стоит дороже чем количество монет которые у нас есть сейчас мы тщетно пытаемся найти какой-нибудь алкоголь у местных ребятишек но это не очень нам помогает нищеброды у нас есть антир один мы сейчас откачаем нашего друга первый пошел 100 очков опыта я нахожу вену и ввожу чарли антир один пока без результатов ребят мы вылечили чарли отдали два антир один а за 200 очков опыта но в принципе это нормальная сделка я думаю плюсик в карму нам упадет единственное не знаю надо ли было его осматривать навык доктор до этого но мы получали за это тоже уровень вот мы чуть-чуть погуляли вернулись и снова бежим к нашему любимому торговцу если опять же нет желания бегать до юрена брокен хиллс и других городов вышли попрутились забежали обратно ну что и привезли пивасик красавчик красавчик еще и патроны на снайперскую винтовку привезли так что мы хотим сделать непонятно хоть гранату забирай денежка очень нет лишние вот торгует все и копеечки не уступен жадина блин в кого они такие так надо проверить все ли мы забрали для квеста мы по моему до инструменты нельзя ли все теперь у нас инструменты пассатижи инструменты кстати же и гаечный ключ ровно все что нужно для квеста передать пиво передать паскогубца гаечный ключ войти в нкр и вернуться к старку все это делается изи бризи так да сразу возьмем еще винт для доктора я немножко ранее говорил о том что прощаясь с доктором в восьмом убежище мог попросить нас принести ему вот этот новый так сказать наркотик но мы были дурочками он не принял нас из своего и полегче вот у меня инструменты которые вы хотели надо сюда как нибудь вика притащить у них будет такой интересный диалог друг с другом папа доча папа доча так вам не забыть через днем другой как-нибудь прийти к ним первый квест мы знали из тех которые у нас были активные в остатке маршрут в нкр проложен супер так 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 в чем дело он нам сейчас дает задание убить налетчиков смешных гражданин у них убили полчаса назад но на всякий случай не будем сразу мы об этом говорить здесь даже не отмечет не отметилась ничего а пойдемте сдадим бухлишко нечего порядочным гражданином ходить с бухлишком так 750 очков опыта за разведданные пути в нкр и 250 очков опыта за 20 бутылок спиртного так осталось всего ничего до 13 уровня тоже так медсестра наша любимая медсестра так может еще что-нибудь так боже мой вы ведь ранен да конечно я ранен так мы тоже спрашивали это не так интересно давайте еще вопрос я местная медсестра зайдем сдалека спросим как дела в городе убежищ ой так мы еще раз делаем ей замечание о том точнее делимся нашими наблюдениями что все примерно одинаковые фигурки тела используют она нам рассказывает про плановую рождаемость мы говорим и про секс так не является результатом половых сношений это может все слышали про автодока так ну давайте про беременность спросим все таки вот и теперь мы прокачано в этом вопросе мы уже сдали биоматериал и говорим и про радиационный фон и мутации лишь то о и 300 очков опыта ребят на пустом месте просто я думала о том же возможно стоит рассказать об этом доктору трою такие дела так что то мы повторяемся повторяемся но еще раз может 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 можно зациклить здесь диалоги и получать опыт и получать нет умоляю вы мне извините нужно уйти но мы сливаемся короче у нашего героя просто чуйка где можно получить опыт и если нельзя получить опыт он будет извините я ухожу привет граждане чем могу служить вот мы говорим что мы тоже врачу я так тоже врач так на экскурсию вводит меня на экскурсию так вы у нас здесь раньше не были он видится то что мы новый гражданин и мотивирует это именно этим подача нам нового квеста типа мы новенькие нас еще никто не знает толком и он просит нас найти винт который мы с собой уже взяли опять же так сразу не будем говорить о ты хочешь винт его нечисто случайно он есть собой завершим диалог и потом такие хопа на 180 градусов еще раз на 180 градусов гляньте у нас вот он винт забирайте да собственно просто даем вид не будем его шантажировать здесь есть интересный прикол если мы начинаем его шантажировать а потом просим помощь то мы получаем 999 урона какой-то фигню нам вколят вену и все так и еще нам нам сделали какую-то прививку и у нас теперь защита от радиации и отравление повышенное так на что кажется мы все выполнили даже не верится единственное дойдем до первой гражданки скажем о том что мы зачистили базу наемников если это актуально я точно не могу сказать сдается ли там какой-то квест либо не сдается где мы будем идем и нет здравствуйте а да с ними покончено вот да держу паре не реально говорят что это бишоп бишоп ребят бишут не бишоп спасибо миссис линетт я бы попросила о помощи нкр если вы найдете достоверные доказательства причастности бишопа как можно быстрее доставьте их мне хорошо обязательно вот теперь мы выполнили все квесты досмотрели до сюда ставьте палец вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии я постараюсь на них ответить всем добра